Время говорить Перейдет ли Рязанский водоканал в частные руки? Глава администрации Олег Булеков подробно рассказал о возможной приватизации муниципального предприятия. В честь профессора Бедзина Хубутии на фасаде родного факультета появилась мемориальная табличка. Вступай в народную дружину. Рязанские полицейские рассказали о полномочиях добровольных помощников стражей правопорядка. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем с события, произошедшего еще 19 января в Москве, прямо на Красной площади, у мавзолея Владимира Ильича Ленина. Там молодые люди провели не то хулиганский, не то политический перформанс. Участники, как они себя называют арт-группы «Синий всадник», наполнили пятилитровые бутыли с освященной водой в церкви, ведь дело происходило на крещение Господне. Далее они прошли сквозь ограждение мавзолея и попытались облить стены памятника вождю мирового пролетариата. В рамках этой акции активисты требовали захоронить тело Владимира Ленина. Впрочем, весьма оперативно они были задержаны и доставлены в отдел полиции по району Китай-город. В целом можно сказать, что на сегодняшний день такие акции не проходят как-то ярко заметными. То есть их в последнее время стало достаточно большое количество, когда несколько человек пытаются поднять какую-то общественную волну, как-то возбудить общественное мнение, но большинство уже просто не обращает на них внимания. Особенно после Пусси Райт и дела всего этого Пусси Райт. Становится ясно, что по большей части, несмотря на то, что они пытаются какие-то политические темы затрагивать, в большей степени это такой самопиар. То есть прославиться, сделать имя, каким-то образом заработать на этом средства, известность, престиж, популярность и так далее. А теперь городским новостям. На этой неделе начали распространяться слухи о возможной приватизации Рязанского водоканала. Пару дней назад местные информационные агентства стали публиковать документы, подтверждающие эти сведения. Разумеется, в обществе моментально поднялись как сторонники приватизации муниципального предприятия, так и противники. Сегодня позицию администрации Рязани озвучил на специально созданной пресс-конференции глава городадминистрации Олег Булеков. Прежде всего, Олег Булеков сообщил общественности о крайне скверном, по его мнению, финансовом состоянии Рязанского водоканала. Глава администрации озвучил, что сейчас у МУПа долги превышают сотни миллионов рублей, а покрыть их нечем. Кроме этого, износ сетей водоснабжения составляет почти 80%, а денег на экзамену также нет. Поэтому принято решение найти более эффективного собственника, чем муниципалитет. Имущество, которое на сегодняшний день находится в водоканале, оно было и остается муниципальной собственностью. Оно всего лишь передается в управление физическому, либо юридическому лицу, которое будет отобрано на конкурсной основе для более эффективного управления. Сразу возникает вопрос, зачем это делается. Это делается лишь для того, чтобы пришел более эффективный собственник, чтобы те убытки, которые на сегодняшний день есть в наших муниципальных предприятиях, и они будут накапливаться, потому что за последние три года водоканал показал отрицательные показатели финансовой и экономической деятельности. Он убыточен. Надо сказать о том, что концессия – это не какое-то новое веяние, это не какие-то там креативные идеи, которые придумала новая администрация. Нет. Слово «концессия» и сами концессионные соглашения появились еще в прошлом столетии. В 21-м году Ленин в своей статье о капитализме и концессии как раз и говорил о том, что необходимо то имущество, которое было национализировано, передать эффективным управленцам, которым, к сожалению, молодое государство тогда не могло управлять. Предполагается, что уже вскоре после прохождения необходимых юридических процедур будет назначено время конкурса, на котором заинтересованные компании объявят свои условия по концессионному управлению Рязанским водоканалом. Организация, которая будет выбрана на условиях торгов, будет избираться по нескольким критериям. Первый критерий – тот, кто наибольше вложит средства в модернизацию наших сетей, обеспечив при этом сокращение потерь и повышение качества оказываемых услуг. Та организация, которая предложит наилучшие условия. Немаловажный вопрос – это утверждение тарифов на воду при новом собственнике муниципального предприятия. Вот как это представляет глава городской администрации. На сегодняшний день, опять же, политика федеральной службы по тарифам такова, что есть предел роста по воде, по водоснабжению, водоотведению, по теплу, по электричеству. И, конечно, этот рост может быть абсолютно разным. И может консессионер согласовать рост платы по насилию не выше, нежели установленный предел. Опять же, в той же федеральной службе по тарифам. Но у нас в области существует механизм, который четко говорит, вот все то, что утверждено в ФСТ платы граждан, и если, не дай бог, она будет выше, то разница будет выплачена населению. Но на сегодняшний день политика складывается такова, что есть регулятор. Он регулирует общий рост платы граждан. И мы, получив цифру на 15-й год рост платы граждан и финансовая модель в нашем концессионном соглашении заложена такова, что мы не превысим те пределы, которые установлены в Федеральной службе по тарифам. Предполагается, что контролировать выполнение всех пунктов концессионного соглашения будет в нем ведомственная комиссия, состоящая из депутатов городской думы, чиновников городадминистрации и общественности. Одним из членов комиссии может стать почетный гражданин города Рязани Иван Татанов, который стоял у истоков основания водоканала, руководил предприятием более 20 лет и присутствовал на сегодняшней пресс-конференции главы городской администрации. Вопрос о возможном концессионном управлении Рязанским водоканалом сегодня рассматривался на совместном заседании сразу двух комитетов Рязанской городской думы по муниципальной собственности и городскому хозяйству. Депутаты начали вопрос недостаточно подготовленным и приняли решение не выносить решение о согласовании администрации Рязани заключения концессионного соглашения на основное заседание Рязанской городской думы. Согласно решению комитета вернуться к рассмотрению концессии будет возможно после обсуждения вопроса с участием широкой общественности. А пока же общественность пополняет ряды добровольных помощников Рязанской полиции. Уже сейчас в регионе числится более двух с половиной тысяч народных дружинников. Такие данные озвучили сами правоохранители. Также стражи порядка рассказали о том, какие полномочия при этом они получат. Движение народных дружинников вновь набирает популярность. Благодаря их действиям в 2014 году раскрыто 28 преступлений, а уровень преступности снизился почти на 5%. Рассказал на пресс-конференции начальник управления организации охраны общественного порядка ОМВД России Рязанской области Александр Морозов. Не могу не отметить, что в состав дружин входят люди разных профессий, разного возраста и разных взглядов. Но всех их объединяет желание создать наши с вами улицы безопаснее и чтобы ходить по ним вам и вашим близким будет еще спокойнее. Чем больше людей будет включаться в эту работу, тем успешнее она будет. Такая помощь полиции и обществу теперь имеет не только моральную стимуляцию. За три дежурства дружинник получает премию от 700 до 3000 рублей. Это делает добровольную службу популярной, например, у студентов. Чем больше рейдов, тем выше сумма. Практика пошла по такому пути, что дружинники несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции. Это, во-первых, исключает возможность совершения в отношении дружинника каких-либо противоправных действий. Ну и в любом случае сотрудник полиции уверенно себя чувствует при пресечении каких-либо административных правонарушений, если в последующем попался какой-то злостный нарушитель. Так, например, дружинники помогали полицейским следить за порядком на Ореховом озере во время крещенских купаний. А в конце прошлого года добровольным помощникам полиции удалось раскрыть квартирную кражу в городе Скопине. А рязанские дорожные полицейские сообщают о двух автовариях, где жертвами стали пешеходы. О подробностях наездов на людей расскажет Оксана Тебенихина. Этим утром в Рязани произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. На улице Интернациональной 19-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате девочка с несколькими переломами была госпитализирована. Позднее на улице Политаева 38-летний мужчина, управляя автомобилем Шкода, не успел отреагировать и сбил 68-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Ехал со скоростью примерно 40-50 км в час по правой стороне дороги и вез детей в школу утром внезапно из-за припортованного автомобиля с правой стороны вышла женщина пожилая и резко применила экстренные торможения, пыталась уйти от столкновения, но уйти не удалось от столкновения, зацепила, к сожалению. В результате женщина с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована. В зимний период участникам дорожного движения стоит быть особенно внимательными. Автомобиль на скользкой дороге мгновенно не остановить, с какой бы скоростью он не двигался. Да и гонять в такую погоду, если уж на то пошло, особого резона нет, себе дороже. Так что будьте аккуратны, уж что-что, а здорово у нас одно. Сегодня на фасаде морфологического корпуса Рязанского медицинского университета имени Павлова появилась мемориальная табличка в честь известного хирурга, профессора вуза Бедзина Иларионовича Хубути. Имя заслуженного деятеля науки Российской Федерации Бедзина Иларионовича Хубути навсегда связано с Рязанским медицинским университетом. Именно здесь он прошел путь от молодого аспиранта до профессора. Почти 40 лет Бедзина Иларионович руководил кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургии и курсом сосудистой хирургии. Сегодня вспоминали Бедзину Хубути его коллеги ученики и земляки. Бедзин Иларионович был действительно уникальным ученым с которым было очень приятно и поговорить и пообщаться ну просто наверное даже о темах которых ну с аспирантом первого года может быть и не стоит говорить а именно поговорить о каких-то жизненных вопросах прийти за советом это был очень прекрасный человек очень интересный большой ученый и для нашего университета он всегда будет значить очень много он и работал очень долго проректор он подготовил уже тогда погромную плеяду специалистов поэтому Бедзин Иларионович это действительно наша звезда которая была в нашем университете которая никогда не погаснет и она у меня остается это была великая плеяда людей просто великая плеяда людей которые были настолько интеллигентны настолько они были красивой и светлой душой что даже получить не вот какой-то было как-то всегда приятно и когда тебе говорили вот ну понимаете вы где-то вот недоучитель что-то у вас не получается придите пожалуйста в следующий раз возьмите этот объем обучения и этого наверное они научили наше поколение все-таки верному отношению к работе преданному отношению к работе и хорошему отношению буквально неделю назад я вернулся из Грузии был на родине Безородича Хубутия там названа улица его именем работает музей в той школе где он учился и там я с удовольствием передал вот те трепетные чувства которые здесь испытывают к его памяти и говорит что как и умер пройти было организовано и большой низкий поклон вам от земляков Безородича большое вам спасибо профессор Безина Хубути проводил большую врачебную и научно-исследовательскую деятельность он внес весомый вклад в развитие экспериментальной хирургии самое большое научное достижение Безина Хубутия если абстрагироваться если не идти по пути того что действительно была большая работа по лазерам по внедрению лазеров по только разработке он развил очень высокого уровня экспериментальной медицины именно экспериментальные работы которые сейчас встречаются очень редко они действительно единичны установка мемориальной таблички в честь профессора Безина Хубутия на фасаде родного для него факультета морфологии была вопросом времени ведь работа над фундаментальными и прикладными исследованиями в стенах Рязанского медуниверситета продолжается но родоначальником этих научных направлений как раз и явился доктор медицинских наук замечательный хирург и блестящий педагог Безина Иларионович Хубутия погода на этой неделе ожидается довольно прохладной однако ближе к выходным температура уже изменится в сторону повышения метеопрогноз от Натальи Новиковой далее что называется сутки через двое судя по всему именно в таком режиме меняются зима с весной в этом году не успеваем и привыкнуть к теплу как тут же наступают морозы но к счастью и они недолговечны и не дают замерзнуть как следует в начале недели обошлось без привычных уже крещенских морозов но похоже что природа все же одумалась и решила таки поморозить и хоть и слегка запоздала вспомнить о традициях стараниями скандинавского антициклона заметно похолодало и в ближайшие пару дней он еще удержит холодную погоду в нашем регионе ожидается малооблачная погода без осадков ночью температура воздуха минус 13-18 градусов местами по области до минус 23 в Рязани минус 13-15 градусов днем температура воздуха составит минус 7-12 градусов в Рязани минус 7-9 и к выходным ожидается увеличение облачности временами пройдет снег ветер усилится а температура немного повысится ночью уже будет минус 9-14 градусов в Рязани минус 9-11 днем минус 5-10 в Рязани минус 5-7 градусов в общем зиме похоже все же пока быть хотя уже заметно увеличившийся световой день и выглядывающее солнце как бы намекают что весна совсем не за горами напоминаем что телефон информационной редакции телекомпании город 720020 и 720021 если у вас возникают какие-либо житейские либо коммунальные проблемы или неудобства то звоните нам и авторы программы время говорить постараются помочь ждем ваших телефонных звонков далее в эфире программа подробности гостем в студии будет начальник рязанского почтамта Ольга Дворецкая и речь в беседе пойдет о работе сотрудников российского почтового ведомства а на сегодня это все и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин